После беда мы постарались успешно произвести с ног после беда. И продолжая тему, которая началась слабо, тему волатильности. Тема волатильности сразу перекликается с моей стороны, которая пришла на меня ждать. Эта тема связана с стейплкоинс. Есть такая концепция крипто. Если вы нечастны, то в криптох рынках есть специальные кип-артилы, которые привязаны к каким-то валютам. Известно, доллару или евро. Часто это не сайты себе доллары в банке, а доллары, которые, так или иначе, привязаны к стоимости доллары. И почему мы привязаны, как раз хотим вам рассказать. Примерно, начать про стабильность, про стейплкоины. Немножко про то, почему мы хотим стабильность и почему мы ее хотим. Дело в том, что мир, в котором мы живем, он, в общем-то, малопредсказуемые, после статистических явлений. И, в общем, в принципе, стабильность перенится. Но, тем не менее, человеку психологически хочется стабильности. То есть нам привычно что-то предсказуемо, что мало меняется, не происходят резвих событий, каких-то, в общем, неожиданных событий. И почему это так? Наверное, если подумать, вот, действительно, с нашей биологией, то есть мы, в общем, эволюционировали как вид, и мы выживали постоянно в сложных условиях, в условиях, в африканских саванны, где там в каждый момент могло произойти что-то, неожиданно, какой-нибудь, там, попробовать хищник, да, или что-то. То есть поэтому мы четко реагировали любые изменения. И когда, допустим, нам кажется, что, в общем, есть какая-то тиша, нам это комфортно. Даже вот такой интересный факт. Я, в смысле, это была лекция физико-музыки в университете. У нас приезжал гитарист, музыкант, который сказал про физику, про музыку, да, в том числе и физические ощущения, там, типа, с частотой коливания, даже показали, как седла колебеза. Вот, и интересно, как он рассказал, как что воспринимает, что вы когнические коливания, то есть когда, например, у нас есть, там, попробуем сквозь вести, скажем, да, до, до, там, до, там, ми, мы воспринимаем это как некий гармонический, как бы, аккорд. Почему? Потому что это показалось, что часто, так как бы, там, до ми, соль, они, в общем, они кратны другу, и нашему глуху, там, комфортно, например, это последовательность. Она комфортна для нас, потому что она прецизуемая. Допустим, если мы сделаем что-либо некратное, ждать будет такого... Сейчас попробуем. Нам это последовательное, нам это, как бы, сочетание, только кажется, что дискомфортно. Если, например, вот, смотришь фильм, не могу сказать, да, то сейчас, сейчас, там, всего, в момент, как бы, ну, и высшего, там, саспанса, да, вдруг существует, такая, вот, какая-то, мне, самая, негармоничная музыка, да, и это, собственно, еще увеличивает наши чувства тревожности. А, то есть, человек, как бы, хочется, подсказуемости, и хочется, там, можно, меньше неопределенности. Вот, и поэтому мы во всех своих системах, это экономически, фактически, которые сам человек строит, там, да, да, стабильное поведение. Ну, собственно, наверное, в первую очередь, в том, что, эти технические аппараты, которые мы устраиваем, или, там, с системой, мы стараемся делать, люби их, там, стабильнее. Ну, например, если, есть, собственно, теория технического управления, теория управления, которая позволяет реализировать сложные системы, если я привел схему заработок Солковского, это еще, получается, 19-е века, или 19-е века, про заплавание, про то, как автоматически управлять на аэростатом, да, то есть, допустим, идти на аэростат, у него есть, там, плоско-круль управления, и вдруг его ветром разворачивает, вот, там у него есть, такая, жидкость, в которой находится лопатка, жидкость, само собой, так быстро не реагирует, там, достаточно, это есть лопатка, стремится на аэростат, и двигается, на аэростатом, замыкается, значит, там, гидрическая цепь, и начинает, там, вот этот двигатель, который в обратную сторону поворачивает хвост, то есть, то есть, управляемся, в обратную сторону, и, вот, пытается, выдерживать, какое-то там, направление движения, то есть, системы, в которых возможно регулирование, то есть, невозможно иметь, такой, инструмент управления, мы можем пытаться стабилизировать, траекторию, и, как я учусь, ее сделать, предсказанную, ну, все системы, как для плотирования, там, плотирование ракет, они построены на таких, как бы, системах ображной связи, когда мы можем, имея управление, выровнять, значит, функцию нашего, нашего, нашего объекта, нашей ракеты. В финансах мы тоже пытаемся этого достичь, то есть, конечно, в финансах, далеко не так очевидно, что является инструмент управления, и, вот, последняя, после эволюции, всех там, кризисов показывают, как бы, на то, что, какие-то, несовершенные инструменты, такого финансового управления, ну, кстати, что, на что центральные банки могут, как бы, надавить, чтобы, вообще, систему выровнять, чтобы она, как бы, не, вышла из кризиса, либо, в него, там, не входило, можно сказать, что это очень сложно, кризисы регулярно происходят, последние, там, мы не знаем, 20-20-20-40, там, раз в 10 лет, стабильный, кризис, именно поэтому, например, многие ждают, что кризис должен быть уже, уже, в ближайшее время, потому что, в 10 лет, уже, как бы, вне такого, как бы, явного кризиса, и слишком толку, все же хорошо, точно стабильно, вот, и поэтому, большая тема, это, собственно, основная функция стабильных банков, то есть, не знаю, в Европе, в США, в России, какая-то мейнтарная политика, это финансовый стабильность, мы пытаемся выровнять, как бы, построить систему так, и мейнтарный стабильность, чтобы она, чтобы она была расказуема, чтобы курс, там, выросли, выросли сильно не менялся, да, чтобы публианские цены, в любом виде сильно не менялись, вот, иногда это получается, а иногда нет, эффективная реальность даже. И, отчего, это позволит, как бы, стабильность, у нас, в системе, стабильность, вот, вот, и, что бы нам хотелось, этих, денег, как человеческого, потребителю, иметь. Ну, то есть, выделяется три функции денег, три, основные, какое-нибудь, значение денег, использование, это, стороффэлит, то есть, средства, бережения стоимости, сохранения стоимости, то есть, мы хотим стабильности, долгосрочных, в нашем, как бы, людей, чтобы, через пять, через десять лет, через, там, двадцать лет, стоимость нашего актива, там, знаете, сильно не изменилась, да, чтобы она сохранилась. А вторая функция, средства обмена, минимум в течение, когда мы с ним платим друг другу, по какому-то контракту, или просто, сегодня, там, вместе обедали, и мы, значит, рассчитывались. Нам, в принципе, стоимость, не, там, так же, как было, не сильно менялась, когда срочно перевели, да, то есть, если есть, какая-то очень неустойчивая форма денег, которая очень волатильна, наверное, не расплачивается неудобно, потому что, пока у меня я не годовил, там, не знаю, какой-то час, и они, безусловно, падают, там, не знаю, пять процентов, это не очень хорошо. То есть, мне может быть хорошо, если я заплатил меньше, да, а, допустим, контракт, то есть, плохо, потому что он будет ничего меньше. То есть, все так и вместе. Мы хотим, чтобы не было взвестей в каком-то точном периоде. Ну, и, как бы, третья функция, это юнитов и кран, то есть, когда деньги выставляют в принципе усмотрение стоимости других активов. У нас нет, как бы, некого абсолютного якоря, есть, да, разные активы, которые только все на другую коллекутся, да, тот же самый доллар, это, в общем, тоже актив. У него есть сайт, типа, он может быть, дорогим долларов, или не шел в долларов, а в отношениях, скажем, какие у них активы. Вот. И, почему, собственно, возникает стремление, какое-либо, неизберение стоимости, тем просто, да, нам, с количеством, там, было, там, сто разных активов, если мы пытались определять, допустим, на банке, да, там, сколько стоит, поменять, то есть, мешок картошки, там, не знаю, на корову, да, то есть, сколько, сколько, в картошках картошки, но, в таком раз, нужно было прайсить, где вайфистанк, да, сто, нужно на сто, ну, примерно, порядка, да, 10 тысяч долларов пар, 5 тысяч пар, ну, то есть, это очень сложно, нам проще, какую-то одну единицу трененеть, и все, выражать, потом делать, скрепливое обмен. Поэтому, возникает, как-то такая тенденция, просто для экономии коммуникаций, иметь эту единицу, одну единицу трененской области. Сейчас, по факту, является доллар, да, то есть, для обмена, по-моему, ценовой торговли, порядка, остальные цифры, дойдем сейчас, порядка 80%, вот, торговли, и контракты, все, включено в долларах США, для удовольствия. Что, что еще, как бы, должны, что должны иметь хорошие деньги, то есть, почему, собственно, какие качества им, как бы, соответствовать? Ну, вот, уделяется обычно, полносрочность, стоимость денег, ну, допустим, раньше, у нас были, предположим, вот, золото, да, золото существует уже, в общем, тысячелетиями, да, тысячелетиями является таким мерой стоимости, и оно, на самом деле, очень устойчиво для сохранения, стоимости, если посмотреть, например, этот древний рим, сколько стоит хороший костюм в древнем риме, выражение, там, в крамах, золото, и, посмотри сейчас, будет примерно на это же сумма, там, около, тысячи долларов, одна улица золота. То есть, золото, удивительно, сохраняя свою редкость, и ценность на протяжении, уже многих, там, тысячелетий, там, ну, дальше, дивизия, то есть, делимость, нам бы хотелось, чтобы наши деньги были достаточно легко делимы, чтобы делать какие-то там, большие транзакции, то же самое, золото, например, у нас плохо делима, здесь есть там слиток, да, мы ее, в общем, не раскинем пополам, то есть, там, как-либо, ну, оно плохо делима, вот, например, там, деньги в банке, они делают хорошо, у нас, можно делать транзакцию на 1 рубль, там, без комиссии, безбереван онлайн, это точно может быть, довольно, маленькие, если возьмите транзакции. Дальше, фанншепириази, то есть, взаимозаменяемость. Что такое взаимозаменяемость? У нас, допустим, ну, 1 рубль, у нас, вдруг, допустим, есть купюры, там, 100 рублей меняют, допустим, у кого-либо еще, она практически не держит 100 рублей, они на 1 чат, а 1 чат 1 тоже. Если, допустим, у нас есть тот самый слиток, там уже, он тоже, в общем, только за их заменяем, но не совсем там, то есть, там у него есть серийный номер, и, не может быть транзакционное производство, и поэтому, все-таки, там не совсем только за их заменяемость. Дальше, возможность всего легко передать портал, то есть, мы можем легко отправить, допустим, по интернету, да, располагиться, либо просто посчитаться. По интернету, да, должен быть ограниченный доступ, то есть, собственно, не должно быть какой-то проблем с того, что, как-то, активов стало, там, 100 раз больше, да, и, ну, и, также, для денег, которые используются, допустим, обычными людьми, с нами с вами, нам бы хотелось, чтобы интернет все были конфиденциальны, наверняка, как бы мы поняли, чтобы все знали о том, что мы покупаем, где и когда, по разным причинам. Нам бы хотелось, чтобы это было, чтобы никто не смог заводить наш, ну, легко, по крайней мере, изъявил все деньги, да, заводить наш счет, например, в банке, и, такая социальная масштабирование, то есть, нам бы хотелось, чтобы эти средства принимали все планы другими, чтобы другие люди тоже принимали такие деньги, естественно, нам бы им легко расплачиваться, как бы считаться. Вот, в принципе, традиционные, эфирные валюты, этими свойствами так иначе и подали, они делимы, они социальными масштабами, ну, то есть, самый доллар его знает, где угодно, скажем, в Африке, или, там, в Турции, наверное, дело с долларами, 6 долларов, люди знают, его ценность. Ну, и, славный доллар – достаточно хорошая, стабильная валюта, его волатильность – это точно 16%, по отношению к развитию валют, то есть, довольники, в общем, стоящая, единая валюта, большая, это хорошее, со сбережением стоимости, более-менее, то есть, например, не доллары, не более, там, 2%, на эмаликации, то у нас, скорее всего, стоимость будет, в общем, сохраняться, по крайней мере, последнее время инфляции, там, в США не большая. Платежные средства, да, тоже удобные, больше половины подъезжают в мире, слифток завершается, тоже в долларах, в США, то есть, только были, в общем, которые используют, здесь нет. Мьюнитификаунт, да, везде цены контрактов, тоже вложены доллары, между долларами. Вот, но, в чем, например, что не так, как бы, с долларами? Ну, долгосрочность, эти доллары, если посмотреть красную линию, в 30-м году, один доллар, был, примерно, в 200, дороже, чем сейчас, то есть, уменьшила стоимость доллара, на 99.5%, начиная с 200 долларов, то есть, меньше, чем за 100 лет, доллар потерял, тут, самая стабильная, мы считаем, стабильная университета, потеряла, но с 9.5% своей стоимости, то есть, каждые 20 лет, в среднем, половину стоимости доллара теряет. Это не совсем частная, то есть, не совсем конфиденциальная, если мы используем банковские контакции, то, как правило, все-таки, Анасбанк все знает, она знает все, как бы, регуляторы, то есть, в общем, идет борьба с компанией захватов, и, в общем, это не конфиденциальное средство для платежей. Ну, то есть, доллары, другие, фианы, какие бы, там, средства, банк, они, совсем, в той счет, ценурия, то есть, точнее, в любом времени, может банк, как-то решение суда, или, в общем, другим причинам, заморозить на счет клиента, в общем-то, вы можете обнаружить, что у вас ваши деньги уже больше не ваши. Ну, и для видеоконзакций, все-таки, совсем подходит, например, тем более, если мы говорим, про трансграничные интерзакции, то, перевод полси в ту, это порядка 20 евро, сдерживая, которую мы платим за перевод. Поэтому, например, скажем, 1 доллар, полси в ту, нет смысла, не имеет, а 2 доллар за перевод. Вот так. Другие валюты, они, на самом деле, в общем-то, не лучшие. То есть, было доказано, действительно, что в среднем, средний срок жизни фиатной валюты, такой ситуации, 27 лет, и потом, что-то происходит. То есть, 20% из них, ну, значит, вдруг резко теряют стоимости по разным причинам, по ценам, по ценам, или по альтернативации. 21%, думаю, что тоже, что-то сделали войны, да, и, как бы там, государство теряло свое, чтобы государство настили, что-то присоединило, то есть, все это, в общем, перестало считывать. 15%, да, они были, запотеряли независимые со стороны, потеряли свою, эффективность, и 24%, финансовую реформу, да, даже если вы, помните, российский рубль предпочитал множество реформ, да, на протяжении своей жизни, особенно последние, там, лет 20, лет 90-е годы, там, были реформы, там, динаминации, да, фактически, мы фактически, уже, имеем другой уровень, первым доктором, до реформы. ну, ну, и, собственно, ради интереса, такая купюра, 100 триллионов долларов, типа, да, это примерно, можно будет на сдачу, там, за то, что купили кофе, вот, справа, это, в логарифмической шкале, как менялся, стоимость, боливара, админициатива, боливара, доллар США, последние, там, два года, находится в такой пике, да, это в логарифмической шкале, то есть, это уже, как бы, экспоненциальное падение, в логарифмической шкале, получается, это, ну, просто, вот, обвал. 3 миллиона процентов инфляции в год. И, в общем-то, проблема инфляции, она волновалась до многих, зато, когда была, в общем, такая история, боролись социальные банки, думали не экономисты, и, в общем-то, идея была предложена во время австрийской, экономической школы, это идея причастных денег, потому что мы должны создать конкуренцию, на рынке денег тоже, да, то есть, отобрать, каким-то образом, монополию, на ремиссию денег от государства, и сделать, ну, как бы, рынок денег, да, чтобы бизнесы выпускали свои, обязательства, тоже, как бы, свои деньги, да, и была бы некая конкуренция этих денег в экономике, с тем, чтобы наиболее, было бы, там, адекватные деньги, как бы, как бы, победили, да, то есть, вот, такая была идея, она, на самом деле, была бы, потому что, идея самодорогинка, вообще, политикарная, как бы, как бы, абсурдаемая, да, но, не менее, вот, Хаек предложил, как бы, давайте, сделаем, что добьемся с тобой стабильности, валют, просто, сделав их, как бы, возможно, выпускать, разными имитентами. Пусть это будут и компании, холдинги там, международные, пусть, там, банки имеются, и частные, такие вот, институты. Вот, и, когда, опять же, возник, возник, возникла идея криптовалинца, в этом, кажется, увидели воплощение идеи, как с Хаека, что, вот, теперь, можно, да, даже, как бы, не, технологически, да, иметь, некуда, внизу стоимости, которая не зависит от государства, да, которая, в общем, на другом смысле, не может, явно, конфисковать, или запретить, или, как на нее повлиять, что, в случае зрения, качество денег дает, или не дает, успокоить. Это, статализованное, опять же, что, так как Миша вчера рассказывал, политикам, не так, на миссии, через майнинг, анализируются, как бы, протоколом, с этим протоколом согласны все участники сети, все услуги, или большая часть уплотки, и, поэтому, это, политики, обеспечивают ограниченности, то есть, тоже самое биткоин, отличие двадцатьним миллионам, в пределе, и, это, вроде бы, какой-нибудь переклист, да, заложен, как протокол. у нас, практически, исключен, и до проблемного такого расклада, и мы не можем, там, как бы, фальсифицировать биткоин, так как, ну, нарисовать, скажем тебе, нужно открывать сеть, вот это вот, то есть, стоимость атаки, это, на самом деле, сеть, числительные сдержки, электроэнергии, это, плюс, те, уважнительные сдержки, нужно иметь, то есть, возможно, все сети, примерно, еще, миллиарда четырех долларов, на, сухом миллиарда, на флот, это, практически, невозможно, как атака, на флот, а на флот, не менее, сложные, для атаки, и она уже выше, а вот, по себе, очень, дорогой, для атаки. Дальше, считалось, что перед боями, решена, опять-таки, проблемы косинусов, но он, выстекается, синий изолит, он достаточно быстро, и он достаточно быстро, имея динамин, практически, каждый портал, например, 6 блоков, и редко с того, что у нас функция, на флот, то есть, если была на флот, например, она, на флот, она, она очень маленькая, если мы удаляем еще 6 блоков, она будет, Если мы отправляем, например, 10 долларов, нам даже можно сдать наши фото в заднем жаднице. Если мы управляем веном в долларах, то мы дождем 10 блоков, чтобы это будет меньше. То есть, достигается в финале, достаточно расстояние, что причем приходит в протоколах, очень быстрее, в том, что в эфире, в финале достигается буквально за 2-3 минуты, и вытекает совершенно большие финансы с частными диткоинами. Диткоин делим, то есть, эффективно 2 миллиона частей, то есть, набираем миллионы диткоина, что-то примерно 3 тысячи долларов, мы можем отправить к сети. Он тоже за ним заменяем, то есть, один диткоин меняет, один диткоин его просто, они имеют в виду данную память, то есть, на нем не начислены, как и так. Мои фамилии, да. Он достаточно длинный диткоинциален, хотя, конечно, он совсем обеспечит донименность, он всем донименен, да, то есть, если бы, если бы, если бы, если бы, тот же самый указ по внешней информации восстановить связь вашего, например, IP и вашего адреса, то можно, как иначе, последствия цепочки вашей транзакции. Вот, с ними есть, если бы, разные, тоже, протоколы, даже, усложнения, увеличение приватности. Ну, вот он такой свойств дает, в отличие, скажем, больше банковских переводов. В биткоин, в нем есть возможность контроля напрямую актива, то есть, здесь уже является именно активом, а не обязательством. То есть, у нас есть имя биткоин в моем приватном мешке, я контролирую, как бы, подпись, приватный крючок, но только я могу, кстати, дать с отправки активов данному человеку. То есть, никто другой несложен, как бы, их изъять, забородить, а у вас возникает, как бы, стойкость, как бы, к запретам, к зазуре и, там, и прочим вещам. Ну, и, с точки зрения, сколько биткоинов в основном, было недавно исследовано Кембриджское, потому что они амбонализировали практически, там, все биржи, все кошеки, они, в общем, широко однопросто, и суммарное количество аккаунтов на всех биржах, порядка 140 миллионов, они, конечно, пересекаются, здесь, там, нескольких аккаунтов, вот, и порядка 35 миллионов людей, имеющих, то есть, они были, пошли, киевоиси, да, они, эфицированные решетки. То есть, мы говорим о том, что десятка миллионов людей в мире уже, в общем, имеют счета и продюссель. Ну, не только для спекуляций, но и для платежей. Вот, и, эээ, в Европе было просто то, что 25% людей планируют в ближайшие варианты аккаунтов, и, в принципе, в 10 дней уже платят. То есть, мы делали просто вчера, отзади около половины таких, кто это вообще, имеется какой-то. То есть, у нас выборка, наверное, уже смещённая, но, тем не менее, вот, в среднем помировании у вас 25% людей уже планируют и знают, что это институты, как вы, как иначе, иметь взгляд. Вот, и этот рост произошёл в самый большой приём, в счёт не с 17-го года, а в 18-го, там, уходило с количеством этих счетов, то есть, там, людей. То есть, он, как бы, СССР стал масштабированным, и, в общем, все такое, безусловно, знают и, там, в России, и Миннесуэле, и Арбентине, так иначе. Вот, ну, всё и хорошо, и почему до сих пор, как бы, весь мир не перешёл на этот проект, то есть, почему, как бы, так всё-таки, не так всё-таки видно. Интересное высказывание Кристин Лагард из МВФ, того, как она занимает производство достаточно про, активно. Она говорит о том, что, в общем, сейчас время перебивать, время, вообще, когда, да, мы переизобретаем технологии, фабриски, финансового рынка, и, с точки зрения, именно, качества, скорости и, как бы, себестоимости, у крипто очень высшие перспективы, это глобальная такая, глобальный тип. Вот, но, по... до сих пор он ещё не заменил фиат, просто потому, что он слишком валахинный, слишком технологически обращающе арестованный, слишком... и не слишком масштабированный, да. Вот тут две, два ключевых фактора, но, это всего лишь технологические вызовы, и они могут быть решены. И поэтому, у нас центральный банк, у нас, по-моему, в Англии и Сингапуре, нужно смотреть на технологии, и пытаться, как она вот, конкурировать, да, или, может быть, свои, там, свои... свои критерии сделать. По поводу масштабирования, да. Масштабируется плохо. Мюхер, я, конечно, вчера рассказывал очень детально. Вообще, биткоин масштабируется по... очень хорошо по узлам. То есть, может быть, большое количество системы добавлять, десятки тысяч узлов, но по транзакциям, мы просто ограничены по дизайну. То есть, это не больше десяти транзакций эффективно в секунду. Что-то десять секунд, это, примерно, как Western Union, то есть, система перевода денежная, самая крупная, в среднем десять переводов в секунду. То есть, опять, функцию биткоина может запустить. То есть, функцию денежных переводов. Функция, например, того же PayPal, то есть, электронных переводов в интернете, которые будут в среднем, это 100, то есть, в секунду он уже, в принципе, не потянет. Слишком медленно, да? Мы... И есть такая проблема, что, когда Bitcoin находится в пределах по транзакциям в секунду, он начинает повышать конкуренции, стоимость комиссии, да, в общем, отрасти. Потому что возникает конкуренция за попадание в блок, и комиссии начинают резко, вот так вот, как было в 18-м году, в январе, когда комиссии, там, буквально, с одного доллара, уже стоило 35 кг в среднем, да? То есть, это уже 30 кг за транзакцию, это дороже в среднем. То есть, в общем, уже достаточно дорого и требует об этом. И плюс, конечно, это ограничено. Ну, есть технологичные решения, есть результаты масштабирования, там, то есть, разные протоколы, более-менее, современные, типа, Таваланш, Аберант, комбинированные протоколы, когда мы можем увеличить скорость сети, не снижая ее, в среднем децентрализации, то есть, не уменьшая количество узлов, тем не менее, это масштабирование масштабирования. Ну, и плюс, как бы есть, как мы называемые протоколы масштабирования, когда здесь возникают каналы-тостояния, которые позволяют в этих каналах нам эффективно и очень дешево взаимодействовать, так как бы через такой Lightning Network, когда мы практически не платим комиссии. Ну, и по транзакции, и без комиссии. И все равно со своими замечаниями. А теперь по поводу волатильности. Действительно волатильность, как я могу сказать, она велика, она сейчас средняя 3% в день у биткоина. Это в день, соответственно, как бы в готовом выражении 80% это уже такая зона, в которую национальное место не приходит, потому что слишком волатильный день. Вот. И тем более, для средства платежа, когда мы возвращаемся, например, в течение дня, да, в биткоине 3% в день, либо это довольно-таки заметная потеря, там, мы этого не хотим. Других крипто не лучше, там есть проблема, у эфира больше, чем биткоина раза в два, и, то есть, чем валюты менее известны, чем она менее ликвидна, тем у нее больше волатильность. Это уже факт. Плюс, у них есть самые тяжелые хвосты, когда, условно говоря, события там, типа, 3 сикла, то есть, только 3 сикла в эфире, это 20% падение давнего стоимости в течение дня случается, да, то есть, когда вы в день потерять 20%, это, в общем, катастрофа для финансового рынка, может быть, да, но в крипто случается такая регулярность. Вот такие шоки возникают, когда вдруг на рынке, там, в течение часа цена падает на 8%, да, вроде бы, в других линиях, там, миллиардный оборот, тем не менее, эти шоки, они происходят довольно-таки часто. Это тоже мешает нам делать нормальные коммерческие отношения. Почему это происходит? Ну, рынки тоже не очень ликвидны, и частая проблема в том, что, да, может быть, оборот визуально большой, но ликвидность, именно, кто сказал, Штефан, форма ликвидности, да, она не позволяет большие, скажем, взятки исполнять, то есть, миллион долларов в стоимости, как, продаем на держу, и мы сильно заявляем цену. Из этого, в общем, то есть, потом, репетражер распространяет, как бы, радость на разных бежнах, и общая цена биткоина снижается довольно сильно. Вот, поэтому мы хотим, вот, собственно, в рецепции стейбл коинов, нам бы хочется иметь все те же свойства, что есть у биткоина, то есть, его в прямое владение, быстрая финальность, транзакции в интернет, как бы, конфиденциальность, и при этом, чтобы стоимость была стабильной, то есть, как бы, как-то совместить свойства, на самом деле, доллара, с США, и такую, как бы, независимость прямого владения, какой-нибудь. Поэтому, как бы, стейбл коин назывался, ну, как бы, священным краем крипто, то есть, все пытались найти решение этой проблемы, так, чтобы получить два желаемых свойства. Соответственно, как бы, есть уже достаточно большое количество решений, ну, не очень, так, я вас куплю, если вы готовите в этой версии, да? Нам нужны какие-то решки проблемы, у нас есть, в общем, три типа уже классов, как стейбл коин, колов, есть, и традиционно мы проводили динцентрализованные обязательства, это динцентрализованные, обеспеченные слипл коины, и это алгоритмически стабильные слипл коины. И весь вопрос, во что мы будем, как бы, в каждом классе, во что мы верим, как бы, почему мы доверяем, да? В первую очередь, мы доверяем каком-то базовом активов, которые находятся вне блокчейна, например, доллар США, да? Вот, какая-то компания держит деньги в банке, и под них упускают токены, и мы верим этой компании, что деньги в банке находятся, и каждый этот токен отличит на ней доллару в банке, и поэтому мы, как бы, расследуем какие-то, паразитируем на 150 долларов, чтобы ее использовать крипто для чего-то. Второе, мы, на смарт-контракте обмечаем обеспечение, и доверяем, ну, кстати, увидим код-контрактор, и доверяем коду, что он так устроен, что всегда наши выпущенные доллары будут обеспечены каким-то активом базовым, который там, в общем, его стоимость покрывает стоимость выпущенных долларов, да? и токенов стабильных. И третье, ну, это, центральный банк, который, опять же, через смарт-контракт проводит операции по изъятию ликвидности, наоборот, по выпуску ликвидности на клетках. Коротко расскажу про основные истории каждого класса, да? Самый, наверное, известный это ДТ, то есть, как бы 14 годов возникли коин заплубил коин, вот, и потом его перенос в ТТ, он получен как колоркоин на сети без коина, очень условный протокол, и он, в общем, такой, самый известный, самый торгуемый, самый официальный стабильный мир, до сих пор, я продал статистику, самый королем статистической войны, он самый демилирующий во всем проектом. Очень интересно, он связан с банками, с биржей и как бы были сложности у ТТ лимитов, представьте, подтверждение на то, что сильно есть деньги в банке, вот, и они проводили по аудитории кода, о том, что деньги у них в банке есть, но это делается там очень нерегулярно и вызывает сомнения рынка. Особенность достигает кода определенного предела, ТТ начинается в стоимости от того, отклоняться, он стоит на себя дешевле, и такие случаи были. Ну и, собственно, еще большая проблема, которую сейчас коротить, это то, опять же, на не менее публичные данные блокчейны, по перемещениям ТТ через исследователи Джон Гриффин и Шарпс, они воссоздали некие типичные потоки между критоплощадками ТТ. То есть он порождается в каком-то, значит, основном связанном с битфинальцией и потом через битфинальцией уже расходятся на половине с битрикс и в общем по сути кто контролирует ТТ, тот, в общем, контролирует крипто так или иначе крипто сферу и, в общем, этим контролем можно было и чтобы все было сделано практически было негде плюс. То есть было замечено, что когда ТТ выходит новую партию репутатов выпускается на сходном контракте на криптошинке, то примерно уже он попадает на биржу битфинальцией и в течение одной минуты вдруг цена резко идет вверх сейчас большая как раз такая тема что департамент юстиции США и спотовые рынки американские их действия распространяется на весь мир на сети все они будут делать про манипулированные цены биткоина как раз это мощная работа в среднем в течение одного часа происходило половина всех скачков биткоина когда ДТР попадал на биржу в течение часа был такой резкий скачок и это довольно-таки стабильная и это сейчас самым большим риском того, что это какой-то момент времени если США подберется людей связанных с финансами ТТР и изначально проблемы для всего ДНК поэтому в течение прошлого года возник один за одним несколько таких группов ТТР возник т.е. есть ситуация токинг который также обеспечен очень добрые в банке но они фактически делают ежемесячный аудит там банк является поддержателем БЭСКРУ он тоже регулируемый этот раз аудиторы являются может быть уважаемой организацией но там невозможен риск потери обеспечения потому что хорошо очень и потом в течение буквально сентября у нас еще три стейбл коина это дженни доллары пакса стандарт и USDC коротко про них они с ее стороны одинаковые все есть 20 токенов у них у всех регулируемый имитент они все американские компании у них у всех есть гастодиан который тоже регулируемый в США и серьезные монетры есть ограничения на обводы и выводы если мы хотим обменять USDCoin мы нужны минимум 50 тысяч долларов USDCoin чтобы получить 50 долларов это редкая операция и в основном что такое в крипто в мире ну и собственно такие плюсы и минусы если выгадывать порядок это стабильный коин он привязан к доллару если кастодианы хорошие в общем у нас это практически один в один долг вот и с этого достаточно высоко возникает мы можем пользоваться криптовалюди нам получается по долгу по стоимости нам при этом долг какие есть проблемы ну проблемы поэтому его имитент это риск т.д. если они выписывают ТТР то если завтра Китаря не полетает и там их только они с всеми деньгами пропадут то он не будет ничего то есть риск то третий номер все американские эмитенты выходят на ней то есть трудные требования национальности или любого обладания средствами поэтому самое более интересное это механизм стабилизации стоимости это через алгоритмические контракты когда у вас есть проблема имитента так как у имитента может быть не компания и внешний какой-то актив а может быть нативный актив вообще те же самые истры в эфире которые можно положить на смарт-контракт и они будут обеспечением выпущенных хозяйств как это работает ну вот есть такой проект-мейкер первые выступления пример гавра очень хорошего получения это очень интересный проект он получал ну например сегодня это является самым крупным и самым сложным на эфире и по количеству как бы срок кода и по количеству эфиров которые в нем золочены обеспечения там 2% 2% всех эфиров он этот коин называется тай это китайское слово вот а обеспечение является эфиром и он то такое которое распространено на ICO и такое является инструментом управления то есть это некий эфиризованный эмитент который принимает решения по параметрах с менеджмента параметрах этого контракта может изменять свои решения и общим голосованием все то немного плюс он начнет оседать функции кредиторных инстанций то есть вдруг начинается уменьшается растение защищенности контракта они будут пропускать дополнительные мейкер коины чтобы укрыть возможные убытки стабильных коинов ну и собственно наоборот если все хорошо то с каждого выпуска и погашения таймер некий процент уменьшая количество мейкер это какое-нибудь обращение увеличение его стоимости как это работает в двух словах расскажу время статистическое убегает осталось так много мы все так осмысленно сработаны есть если посмотреть на логику есть возможность выпустить так называемые статус GDP это обеспеченная позиция это в чем-то похоже на другой простой пример ипотека у вас есть дом и вы хотите занять под залог дома какую-то сумму вы приходите в банк доведете документы на ваш дом или вашу квартиру банк ваш залог оценивает по рынку и вам берете сумму примерно может у вас было меньше чем ваш дом есть некое покрытие стоимость залога которая превышает стоимость суды то есть у вас в случае запустите в ренту таяние ваши суды и богатисты если банк ваш дом он его как уже право на него получил золото держатель он может его продать на рынке и возвести свои потери и может там что еще вам останется сдача с вас скажут сумму долгую и вам ввел достаток и поставщую часть завышенного надежи банка истокия жилой как имитент допустим человек он может положить в обеспечение в виде эфиров примерно в полтора раза превышающая с требуемой сумки куда его поставят титай этого но лучше не полтора чтобы продать минимальное время пропрытия например в два или в три раза то есть в среднем уровне пропрытия вот таких CTP 1,5 это совершенно около 3 доллара в стоимости эфиров получаем как бы под залогом из трех долларов получаем доллар этого титая этот доллар можно потом уже вывести его подать купить что-нибудь другое на него на рынке можно его отправить у нас возник долг наши эфиры находятся в обеспечении на смарт-контракте мы не можем тоже не разгрыжаться но они наши но просто не как залоги и когда мы хотим погасить долг мы просто возвращаем обратно к этой еде то есть гасим наш долг платим на большой степени дефи за пользование пол процента в год и естественно знают наши эфиры и все хорошо так работают с логикой это похоже на кредитование по слову с логикой мы знаем что мы говорим с точки зрения интерфейса эфира это очень просто я думаю буквально делается через браутер или через кредиторный кошель у вас есть сумма эфира на кошельке есть курс эфира текущий 18 долларов за 1 эфир и можно у нас получается примерно 8 эфиров то есть 1000 долларов на кошельке мы можем создать например до 600 тариев получается 600 долларов стейбл коинов но будет на грани вашего коллаба то есть нам если до 100 6 долларов у нас будет маржин полный поэтому лучше бы нам уменьшить тариф 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 покрытие доставьте чтобы при любых колебаниях эфира были ну и видите там справа снизу общая латеризация соотношение сего обеспечения этот контракт к выпущену сделок коин например на 300% и к тому это точнее как гарантия стабильности выпущена сделок коин откуда возникает допуск цены на спарт контракте он уже не может напрямую отзыводействовать он должен читать блокчейн и есть специальный так сказать набор на который информацию вообще записывают и делают там в среднем раз час у них сколько их много да они все были верифицированы при выборе их органы и из них берется медиа без среднего значения фигуровки из-за того, что происходит атака, получил остановить обеспечение стендай получит базовый код эфир, в котором мы с вами находились, а содержатель CTP получит свою базу, свой эфир и, кстати, научиться на долгу, то есть только сделать отсчет на финальное в случае атаки на контракт. В то время, в защите от атаки на основных кварталов. Тут вообще вопрос, например, сканджмент и атак в этом контракте, по сути весь этот губернат, судя за то, как мы выбираем Oracle, как мы выбираем Mergency Oracle, как мы выбираем параметры сканджмента, а все это будет невероятно согласовательный вопрос. Ну и, собственно, что происходит в случае, когда этот замп эфира снижается? Если у нас вдруг снижается уровень обеспеченности, и мы доходим до риска ликвидации. Нету, что ликвидации – это плохо. То есть если у нас ликвидации, то есть если у нас ликвидации с контрактом будет под жунком, то мы потеряем 12% этого от нашего обеспечения. Поэтому это некий штраф, который стоит людей, на самом деле, смотреть на свое обеспечение. И в случае выражения сильной ликвидации мы либо снижаемся у толка, либо мы добавляем еще одно обеспечение. Мы хорошо поддерживаем, в том, чтобы негде купить, чтобы нас не репетировали. Значит, если мы этого не сделаем, то... Так, вот, можем либо так... Довнести эфиров, поднести исключение, либо можем, наоборот, меньше толка, то есть поднести тайм. Если мы этого не сделаем, тогда, допустим, наш контракт, наша CDP, наша позиция достигает уровень на 150%, нас ликвидают уже контракт. Он помещает в нас специальные... Он ворозит нашу позицию, помещает в нашу CDP на ликвидацию, и есть специальные агенты, независимые, которые тоже на этом зарабатывают, они нас ликвидают. Они за нас доносят, там, повышают наш долг, и берут вот это, там, на своих, там, 15%. А мы получаем обратно наше освещение за вычетом долга, за вычетом, как бы, штраф за ликвидацию и за вычетом стабильный дефей. То есть, в общем, сделано в общем то, чтобы люди все-таки поддерживали сами свой уровень своего маржирования и дожидались ликвидации. Вот, теперь ликвидация происходит в среднем 40 ликвидаций диньеров, так вот, то есть, 100 баллов, как это, может, колонн. И, как бы, самая ликвидация была в 54 тысячи эфиров, это 10 миллион долларов, и самая большая ликвидация была ликвидацией, как это было ликвидациями. Вот. Ну, если вдруг... Это тоже, собственно, событие редкое. Если вдруг цена эфира, вдруг падает, там, в два раза, резко и неожиданно происходит ценовой шок, это обсуждается органами, тогда, как бы, может быть ситуация, что, как бы, все, как бы, массовые позиции будут ликвидироваться, и киперы не смогут, как бы, справиться с тем, чтобы их все, как бы, ликвидировали со своими средствами, когда зарабатывают, так называемый, global settlement, то есть, когда весь контракт порозится, и происходят расчеты между держателями, например, дай, они получают эфириум. То есть, за каждый доллар дай получают доллар, вообще равна стоимость эфира. Эфириум – стоимость 1 доллар. И держатели с ними получают, например, свои освещения с обычным, своего долга, и взводят своего расчета, именно там, где этот контракт превращает свою жизнь. Вот, таких событий с мейкером не происходило, но и события происходили с B2HD, который был правообразом, да, на походе Shares, там, тоже по отличному принципу выпущен стабильный флайн, и в декабре прошлого года был как раз такой, такой событий, да, произошла, как бы, в global settlement, и сейчас флайн-соборозится. Вот. Такие риски есть у такого контракта, то есть на все риски, которые, вот, если перечислены на предыдущих вот пейкера, риск волоктивности, то есть, то есть, резко вдруг волоктивность увеличилась, например, нашего актива, обеспечивающего человека. Это риск того, что мы, если мы упоминаем какое-то обеспечение, там, эфир, допустим, какой-нибудь другой актив, то вопрос к риску, да, имидент этого актива, который направляется. Риск активности, то же самое, скажем, если у нас есть ликвидация, то наши кипер могут исправиться, да, с всёом, что низкая ликвидация на базовое. Это риск того, что у нас, опять же, мы слишком много базовых активов получим в процентах от его общей эмиссии, миссии, т.е. мы будем, как бы, слишком большая концентрация в одном часах. Ну, и, собственно, риск ворота, т.е. может быть, вот так она ценовая ворота и тоже. То есть, технически, на самом деле, замечательные события. Ну, и киевские защитные механизмы, т.е. есть голосование, понимая, запросовского обеспечения, сейчас это только эфир, но мы не можем перейти на другие виды обеспечения, добавить в адресе. Digit.gold и, т.е., какие-то другие стабильные. Это правила, которые проходят с новыми органами, это уровень максимального, как бы, стоимости, который можно открыть, спрос, принять. Сейчас это 100 млн долларов. Это уровень ликвидации, это стабильный дефит. Все эти параметры, они голосуются по обеспечениям, то есть, есть специальный механизм, в котором токены могут прийти и проголосовать, т.е. поставить уровень стабильный дефит на одном уровне. Ну, так скажем, уже обеспечивает классовая стабильный дефит стабильный обеспечения предоставил опорта. Такая же была. Есть только распределенная система. Исторически увеличиваются, в принципе, уровень обеспеченности контракта не падал никогда ниже к 50-ти 100%. В общем, герасмор – докторствует при том, что сам эфир упал с 1200 до меньше чем 100, не упал за 9, 10 раз, мейпер. Его уровень обеспечения остался, Успевает система реагировать на дни репутировок, перебалансировать свои позиции. В принципе, оно год прожило и работает. И сейчас на текущий год 14 000 CTP создана разными людьми. Такие плюсы-минусы у этого подхода есть. Плюсы в том, что у нас нет контрагента. Есть просто смарт-контракт. И в этом смарт-контракте мы знали его код. Код есть. Код, вход. Теперь он работает. Каждый может выступить имитентом CTP. Идет через баузы, через кошелек, эфир. Это очень много. Это на 2 секунды эфир. Уровень, как бы. Плюс в том, для тех же самых CTP-холдеров, это возможность получить завершенности на эфиры. То есть, заняв, допустим, доллары под свои эфиры, можно еще плечо эфиром. Получить завершенно 1,6 капитана. Причем, в своей успешной позиции. И самое интересное. Мы недавно общались с юристами мейкера. Они получили legal opinion. То есть, увеличить заключение и в США, и в Великобритании. О том, что мейкер не является, не то, что security. Он не является электронными деньгами. Он не является следственным платежем. То есть, он не попадает в ни один закон. Копейских политронных деньг. Про протяженные системы. Про требования к мейкер. Почему? Потому что у него нет эмитента. То есть, как бы, некому не требование предъявить. То есть, каждый человек, который этот CTP-стоит. Называется. Причем коммитентом расстреленным. Анонимным. Поэтому в этом смысле. Система, как бы, нам не попадая по требованиям. Скажем. То есть. То есть. В каждом меня есть. И просто вот. Я не я. Конфесса. Анонимно пользуется. Если мы летели. Дай. И не прохожу верификацию. В банке. Вот. Ну и собственно. Именно поэтому. Стабильный Bitcoin. Он ставит основной такой цифризованной финансов. Здесь целое добавление. Такое. Дэйфи. Если тут вот интересует. Смотрите. Это вообще целая часть вообще. Задание дисферизованной бирж. Площадок, которые, как бы, с банком контракта. Которые позволяют. Равные продукты. Достурируют на территории эфира. Допустим. P2P кредитования. Короткие позиционные эфиры. То есть. Да. Это может постараться. И да. И иметь основную. Такие минусы. Есть. Собственно, есть он. Тейлориск. Есть какие-то события, можно привести к раму контракта, его включение тагена контракта, ошибка может быть, в принципе, хотя, по идее, он был выберен за долгой адрекации, и он был уже проверен в жизни, что там этот ошибок пока. И, собственно, тем не менее, может произойти резкое событие, шок на рынке, как это было бы сейчас произвести, когда люди не успеют выполнить обеспечение, а теперь будут успеют произвести реакцию в война. Тогда будет глобальный сеттон, который, собственно, этот контракт, который не может, фактически, туда-то обозвести, где-то расшатать. Но всегда можно выручить новый контракт, и его продолжить. Ну, с права, как видно, что было с DTS Team, в фитебре, как раз с работой глобал сеттонент, немножко другая система реаквидации, была автоматическая реаквидация через рынок, через свой, и, как бы, ну, это... Никаких сеттон не хватило, чтобы регистрируть, и, например, все, и все, и все, и все, и все. У меня осталось совсем мало времени. Я, думаю, я пробегусь, скажу буквально одно слово про алгоритмично-стабильные коины. Я в это не сильно верю, поэтому я быстро пробегу. Их, на самом деле, их порядка двадцати, больше компаний получили финансирование в создании коинов. Фрутбризис получил 130 миллион долларов вот на плечах инвесторов, чтобы создать даже какой-то технический стабильный коин, какой-то центральный банк на обучении, на что там... Он мог... В случае там были специальные типы подкоинов, то есть базовый коин а-ля аблигаций, а-ля аблигаций, а-ля аблигаций, а-ля аблигаций, и в случае, если коин стоил больше единицы, то система начинала имитировать дешевую инфляцию, да, то имитировать еще больше стабильных коинов, и их распространятие удержать две акции с тем, чтобы они давали на рынки и снова стоили спрашивать доллары. И наоборот, то есть если бейскоин уходит вниз, меньше доллара, то система начинает хитобусом создать аукционные амблигации, которые бы абсорпировали лишнюю бедность с рынка и их распространять эти амблигации получили с дисконтом в будущую бейсер коины. Тем самым, ну, ставить амблор, то есть взаимодействие с рынка с тем, чтобы ее по времени отложить. Вот. Следующий артикл проблема, но, на самом деле, бейсис проекта нахерилована слоем на своей амблигации. Они отдали деньги обратно лестерам, потому что столкнулись с тем, что, во-первых, в США эти какие типы органы имели статус-центромах, то есть, в США, по-другому, 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 во-вторых, здесь, что мы верим в этом коине, мы просто верим, не сам коин, мы верим в то, что контракт работает таким правилом, и эта вера, на самом деле, она такая, ну, условная, потому что, если вдруг потеряется вера фаза на коинах, то в ланды, то есть, можно сказать, мы верим в это еще меньше, да, я думаю, то есть, если к тому, что, стоимость, обратно, не берется, долг, она отправится, на территорию ньюбитс, и, в общем-то, оказанных потерял, в первую ньюбитс, то он на 0, то есть, и обратно, ньюбитс, не терял. Мы же статистить вас, чтобы вы понимали, масштаб, то есть, по масштабу денег упущения за 2 млрд долларов, сейчас, выпущенных в токинге. Все стабильные коины, которые привязаны долгом, так, в среднем, в сумме, примерно 700, то есть, уже, ну, сопоставим с ТТРом, но, пока, еще меньше. И, 700, примерно, да, и упущенное обращение, то есть, то, технические коины. Торговая бороция в ТТРе очень большой, просто очень высокая доставка. Ну, все, да, но, тем не менее, вот здесь, мне кажется, будет постепенное перераспевление в сторону других стабильных коинов. И, самое интересное, данные по транзакциям, то есть, объем транзакций в ТТРах, это, например, 200 млрд в день, в USDCoin, когда выпущенный coin, производится, он, то есть, 100 млрд, то есть, то есть, сравнимо с ТТРом, то же самое, да, и производится $10 млрд в день транзакции, то есть, соотношение монеты и транзакций в день в среднем 10 к 1, то есть, на 10 к 1 долларов, в доллар в день выходит транзакция. Это нормальное отношение кроме GEMIN, это GEMIN, если слишком много GEMIN выпущено, или слишком мало используется в транзакциях. Активных ресурсов в ТТРе порядка 3 тысяч 2, в транзакции в USD, в DAI это около 1000, то есть, в принципе, это раз в 10 меньше, но очень быстрее. Данные по... вот, средняя транзакция в DAI очень маленькая, из-за того, без долларов, а данная транзакция у нас есть совершенно гидравльное применение для DAI это больше-таки кофе за кофе, может быть, да, это применяется. Ну и, собственно, вот, волотчинность, стабильность стабилизировать и убрать волотильность. Волотильность диссидентная волотильность изменений усредненная в ТТРе порядка процента от от других стабильных коинов они отмечены 0,5%. 2 стабильных коинов это около 0,5%. То есть, в принципе, это меньше, чем 3% биткоина, 0,5% сравнимо с волотильностью волотильности волотильности 5-го дня, например. В общем, это это еще пока не то блог, которое там 20-20 минут, но уже близко к нему. Ну и что будет дальше. Куда мы движемся? На самом деле, хочется еще дальше стабилизировать. Таким образом, убрать риск редких сожжетий в каждом скейбл-троне. Т.е. Тотом скейбл-троне внешний это дефолт комитента. В том же дае, это событие в смарт-контракте. Если мы, допустим, ставим корзину из разности рукой, получим нижний портфель он будет более стабильным, на протяжении, ниже, чем отдельная криптовалюта. Просто потому, что будет эффект версификации. И можно ставить алгоритмический баскет. У нас был компетишен в публике, и фирмомист заняла работа в таре клависпункт он предложил смарт-контракт, который будет делать алгоритмические корзины стейл-кой и меньшую активность и при этом гиперсицировать от редких событий в каждом стейл-кой Есть разные подходы. Ну и, собственно, который может быть альтернативным это привязывать стоимость криптовалют не в каком-то фиатной вроде альтернативным не у самих ценностей например трансляции одного мегабайта по сети интернет который имеет наиболее полезность для глобального комитета. То есть 10 инноваций останавливаются и у нас будет следующее рассмотрение на этом все спасибо большое. по терминологии хочется услышать ответ. Значит, у нас есть все-таки классическая криптовалюта, да? вот а это скажем прототип вот у нас есть сейчас ну, короче о создании криптовалют не заявляют сейчас только людей в частности добавляются там и так далее в большинстве многие по крайней мере ведут разработки или уже объявляют мы все-таки как относимся к этому это две разные темы или нет в этом смысле если это две разные темы ну, я как это воюто государственное все-таки называл по смыслу это электронные тигры это электронные тигры которые вызвали скажем тигры и не кажется ли вам что приключение в качестве обозвлечения доллара это мягко говоря шаг назад это сдача позиций причем даже удивительно почему доллар что доллар это самое честное то есть ну, или в конце концов криптовалют что вообще решает повод криптовалюту выпускаются в центральные банки а именно к этому объяснили блока центральные банки выпускают свои криптовалюты переезжают и я к этому отношусь в общем возможном перспективе то есть электронные деньги но наличность цифровая наличность с того как вы говорили я распоряжаюсь я могу ей также отплачиваться но конечно это очень хорошо с банков они будут видеть движения средствами но для кого это хорошо не очень конечно радости то все понимаю очевидно есть государственная регулировка или нет принципиальный вопрос кто будет применять для задач денежного с стороны мы приключаем до качества водоиспечения и таким образом мы будем завести рано или поздно и в то же время замечательная система попытки настроить саморегуляцию смарт-контракт тысячи второе я скажу не очень сильно верю в обеспеченные доллары и внешне продать этот коин потому что все наследия предозависимы это не отвечает требованиям всем глобальным расчетам зависимы мне больше свежей идеи мы можем сделать стабильный коин он более-менее стабильный университет другим валютам нет ничего стабильного есть более-менее спрятавшийся время мы можем смотреть с ним долго зимние золото более полотеночное оно велика пока у нас все его используют для цена называть пошел то что я за проектом типа мэйкер им пока это будущее мы здесь не имеем резких традиционных и очень спасибо большое за очень интересную презентацию меня много вопросов я не ограничусь вот в отношении мэйкера и того контракта который заложен если соотнести вот эту огромный размер дисконта который верится к стоимости эфира при секретизации реальной владельности курса они сопоставимы нет потому что если этот дисконт значительно больше чем реальная владельность то схема экономически не способна потому что выгода но соотношение дохода с криском прямого владельника будет гораздо выше чем от такой секретизации если дисконт значительно больше то там есть еще какой-то механизм делающий привлекательный использование этого контракта помимо стабильности потому что стабильность важна только для расчетов тогда этот контракт теряет смысл как средство инвестирования полностью если мы нельзя таким образом дальше скриотизировать или дальше скрипулировать но судя по всему нет а вот в чем здесь экономика ну наверно с точки зрения соотношения то есть волчинность эфири сейчас 7,5% в день 7,5% в день в среднем а здесь как бы уровень мажира 150% сейчас где-то примерно 1,5% да 6,5% на какой-то больше вот ну в эфире еще бывают тоже как бы шоки то есть в основе как бы хребанишь сейчас поэтому пока предыдущий владелец мне кажется круглый да система успевает саблетать да сейчас кредит там перестроить даже во время сильных снижения мы увидели там в ноябре эфир потом на почти 40 в течение там коротого времени и система успела перестроить станок пока мне кажется это было трудно но тем не менее то есть контракт это возможно будет квалифицироваться в соответствии проголосование акциониров за их подсмотров они имеют не параметры маржирования могут быть не параметры стоимости кстати то есть неким отставки вот если конечно теоретически надо мне как в классической секретаре нарезке держать контракш по уровню соответственно на вот идея была виталий по CEO чтобы сделать траншированный контракт в котором будет ААА самый стабильный транш это некий еще удобный сфер он может быть лишний здесь идея но помню что общая CTO они не очень хорошая шага здесь